Я сегодня пришел домой, в подъезд, в почтовом ящике, нашел вот это изделие. Понимаете, здесь порочат Путина, Владимира Владимировича, Россию. Значит, получается, что где-то в районе Хрюкина, Геловани, где я живу, засело гнездо вот этих бандитов, понимаете. И, наверное, и в другом месте может быть. Я просто откликнулся сразу, чтобы приехать на телевидение, уважаемое нами независимое телевидение Севастополя, и показать, что вбрасывают. Нам вбрасывают, что Путину капут. Понимаете, это уже беснуется, ну, те люди, которые уже понимают, что им самим капут. Я являюсь председателем Совета ветеранов большого противоречного корабля «Очаков». Очень хорошо, что история так распорядилась, что первый крейсер «Очаков» был революционным символом России, А наш корабль стал тоже символом, который, по сути дела, использовали для того, чтобы не позволить... Ну, в общем, он был затоплен для того, чтобы не могли силы, военно-морские силы Украины, которые могли идти, скажем, на помощь этим бандитам, выйти из бухты. Мы считаем, что это второй героический подвиг «Очакова». И хотели бы, чтобы вот именно эти две параллели сошлись. Я разговаривал сегодня по телефону с жителями города «Очакова». Они все на стороне нас и высказывают поддержку. И вот это вот «Очаковская» у нас первым командиром был адмирал Касатонов Игорь Владимирович. Ну, он очень сожалеет, что сегодня не присутствует здесь в это серьезное такое время, здесь в Севастополе. Но он является почетным гражданином города «Очаков». И он всегда поддержал бы, и он сохранил в свое время в 91-м, 92-м году флот для Российской Федерации. А теперь его дело просто, понимаете, ширится, укрепляется и найдет логическое завершение. Редактор субтитров А.Семкин